Мои тезисы следующие. Я не родился в религиозной семье. Я родился в совершенно нерелигиозной и ассимилированной семье, где вообще про еврейство не знали ничего, про религию ничего не знали. И мы считали, что религия, конечно, это вообще прошлый век, позапрошлый. И я, в общем, пришел к религии самостоятельно, исключительно ввиду размышлений о мире. Не было у меня никаких таких трагедий, из-за которых человек бросается чудеса, ищет ничего, этих чудес я не искал, а пришел к религии из-за следующих соображений. Первое, самое главное. Поскольку я математик, то, с моей точки зрения, если в мире нет направляющей личностной и божественной силы, то мир бессмысленен. Нет никакого смысла в мире, который весь состоит из случайных вещей, если всюду управляют законы физики, то нет никакого смысла в жизни. И тогда нет никакого смысла в моей жизни. То есть, если нет смысла во всем в целом, то нет смысла и для меня. Теперь, совершенно мне понятно, что религия не спорит с наукой. Вообще не спорит. У нас есть разные области жизни. Есть наука. Наука занимается причинно-следственными связями в мире. Наука отвечает на вопрос, как сделать, чтобы получился какой-то результат. Это, собственно, вся суть науки. Она моделирует окружающий мир, чтобы мы знали, на кой поезд садиться, чтобы доехать до станции А. Но наука принципиально не отвечает, до какой станции мне нужно ехать. То есть, если я пришел на вокзал и изучаю расписание, я могу очень узнать, на каких поездах мне ехать, чтобы куда-то приехать. Но куда мне надо ехать, наука мне никогда не скажет. Наука – это принципиальная вещь, которая выкидывает принципиально понятие добро и зло. Добра и зла в науке нет. В науке есть причинно-следственные связи. Это важный область жизни, она абсолютно необходима, но это одна область. В ней применяются логические доказательства, в ней применяются эксперименты, она дает нам познание мира на уровне причинно-следственных вещей. Она совершенно не дает, нам принципиально не дает понятие смысла, понятие добра, понятие того, что является моим долгом в жизни. Это не область науки. Есть другая область, например, искусство. Искусство работает совершенно иначе. Искусство не занимается доказательствами. Искусство ориентировано на силу эмоций, поэтому с точки зрения науки искусство абсолютно бездоказательно и абсолютно глупо. И тем не менее искусство живет, потому что оно ориентировается на другую часть человека. И это искусство. А есть третья область, она называется идеология. Она тоже есть у каждого человека, это его принципы. И эти принципы могут быть религиозными или атеистическими. И вот здесь находится конфликт между религией и атеизмом. Он вообще не касается науки. И в этой области идеологии в ней нет доказательств, в ней нет логики. В ней есть логика помогающая, как в искусстве есть логика. В искусстве мы тоже можем найти логику в картине. Но в концерте решает не логика, а сила эмоций. А в идеологии решает выбор. Что я хочу? Я хочу мир такой или я хочу мир другой? Я хочу жить вот в этом сознании или в этом? И поскольку мне это было понятно лет 17, то я выбрал быть религиозным. Потому что быть религиозным, с моей точки зрения, является осмысленным. По сравнению с тем, что выбор быть нерелигиозным, с моей точки зрения, является бессмысленным. Бессмысленным, потому что если в мире нет смысла, то нет смысла в моей жизни. И это первая вещь, которая для меня очень важна. Была вторая вещь, которая для меня тогда тоже была очень важна в молодости. Это был там 75-й, 77-й год примерно. И это вопрос, который гораздо более сложный. Во-первых, он, по-моему, является существенным до сих пор. Второй вопрос гораздо более сложный, но тем не менее. Для меня ситуация с моралью выглядит ровно наоборот. То есть, вот фраза Достоевского, что если Бога нет, то все позволено, она мне очень близка. Хотя Достоевского я вообще не переношу. Но тем не менее, вот эта фраза мне кажется очень важной. То есть, я должен был объяснить сам себе, почему нельзя убивать. Я не мог себе это никак объяснить, кроме вывода, что это религиозная позиция. Потому что, с точки зрения коммунизма, который тогда был главенствующей силой, убивать можно, если это служит делу коммунизма. Поэтому, с точки зрения атеистической морали, есть только выгода. Если нам это выгодно, то убивать можно. Теперь, по моим понятиям, и среди религиозных есть уроды, и среди нерелигиозных есть уроды, и по количеству преступлений, или пролитой крови, и убитых людей, религиозные и нерелигиозные ничем не отличаются. То есть, если мы возьмем, например, французскую революцию, которая превосгласила именно атеизм, то она построила гильотину и перебила гораздо больше людей, чем перебила инквизиция за несколько веков до нее. И Сталин, который был атеистической идеологией, он перебил гораздо больше людей, или Мао Цзэдун, или Пол Потт. И в этом смысле, кровавые преступления, перечислить можно атеистов, ровно в такой же степени, как можно перечислить людей религиозных. Поэтому, я не могу сказать, что религиозные лучше, чем атеисты. Если есть один человек религиозный, а другой атеист, то я не могу сказать, что религиозные лучше атеиста. Но я могу точно сказать, что я религиозный лучше, чем я атеист. Вот это я знаю совершенно точно. Потому что это я меряю по себе. А дальше у людей есть масса параметров, в которых невозможно их сравнить. Теперь, и поэтому мне очень близка фраза Фрэнсиса Беркона о том, что атеизм – это тонкий лед, по которому один человек прекрасно пройдет. А если пройдет народ, то он весь утонет. То есть, отдельный индивидуум, атеистический, может быть прекраснейшим человеком. Он может быть моральным и замечательным. Но как только мы переходим к необходимости обоснования морали для общества, по моим понятиям, нет никакой альтернативы религии. Ты можешь быть хорошим, ты можешь не убивать, ты можешь быть замечательным, ты можешь помогать. Может, конечно, только почему он будет это делать? То есть, где у него внутренний стержень, который это будет вирусом толкать? Скажите, а у меня он есть, я как Кант, вот категорический императив. У вас – да, а у народа – нет. И поэтому, по моим понятиям, отдельный человек может быть прекрасным и моральным и замечательным, но как только атеизм переходит на уровень народа, мы видим, что народ просто разваливается. Так, по крайней мере, я вижу на примере французской эволюции, ее креавалом, коммунистического режима, то есть режимов, которые провозгласили атеизм в своей базе. И в этом смысле атеизм, мне кажется, чрезвычайно опасной вещью. Теперь, должен сказать, что я, как человек религиозный, считаю, что атеизм совершенно необходим. Потому что, что такое вообще атеизм? Атеизм – это критика религии за ее недостатки. И это очень важно. Если религию не будут критиковать, то религия загнется. Она просто от самовосхваления и от самовосхищения, и это очень плохо. Поэтому религии абсолютно необходимо издеваться над самой собой, шутить над самой собой, видеть слабые стороны самой себя и обязательно эту критику допускать. Поэтому, с моей точки зрения, на философском уровне атеизм абсолютно необходим. Поэтому отдельные замечательные атеисты, я их очень приветствую, как необходимый компонент развития религии. Без атеистов религия не будет продвигаться. И поэтому, с одной стороны, атеизм очень нужен. Как бы атеизм, так сказать, вообще религия – вещь развивающаяся. Религия вовсе не застыла на том, что было когда-то. Это отдельный вопрос. Как согласуется божественное дарование с тем, что религия модифицируется и развивается. Но она развивается. И атеизм, в некотором смысле, высмеивает примитивные формы религии и изничтожает своим смехом примитивные формы религии, чтобы освободить площадку для постоянной более продвинутых форм. И поэтому атеизм я приветствую. Но, как только атеизм становится всеобщим, то тогда он посмотрел во все окна, поставив себе в каждом окне про атеистов. Да, как, мастер-магарит, написано. То есть, когда всеобщее, тогда все плохо. Теперь, есть еще одна важнейшая вещь, которая… Опять-таки, первая вещь, таким образом, первый мой вопрос, как бы дальнейший, и тезис, что без религии я не понимаю смысла жизни и не принимаю. И это мой выбор. Здесь не можно доказать наукой. Это не наука, это не искусство, это идеология. У каждого идеология есть. Нет людей без идеологии. Идеология – это свободный выбор. То есть, религия – это не следствие веры. Религия – это следствие выбора. Я выбрал такую позицию. А дальше я могу объяснить, почему я выбрал. Но это не доказательство никогда. Теперь, вторая вещь, которая мне кажется, это вопрос морали для общества, не для индивидуума. Теперь, я должен вам сказать, что я в Израиле вижу, наоборот, существенно более продвинутые религиозные люди, чем нерелигиозные. Мои понятия. И могу объяснить потом. Но есть еще одна проблема в атеизме. Проблема объективности. Это две вещи, которые как бы субъективны. Но вот я не вижу смысла жизни без религи. А кто-то скажет, а я вижу. Ну, ничего доказать мы не можем. Просто ты выбрал такой мир, а я выбрал такой мир. Потому что для меня, например, замысел творца, замысел всего творения, наличие смысла, оно для меня в своем необходимо. Но вот, если вы знаете, вот если мы смотрим на вещи, которые у нас происходят, хотим их объяснить, то когда мы видим вещь, неодушевленную, мы ее объясняем причинно-следственными связями. Да, вот она там, почему, там, не знаю, там, катится, там, шарик летит, потому что силы притяжения. Но когда мы видим одушевленное, а тем более человека, мы его всегда объясняем целеустремленностью и никогда не причинностью. Человек идет не потому, что его толкает что-то. Вот фрейдизм пытался человека превратить в машину, неодушевленную, в том смысле. И вот этот фрейдизм, то есть Франкл, его, так сказать, изменил, но когда мы пытаемся понять личность, мы всегда исходим из цели полагания, а не из причинно-следственных связей. И это два вида адекватного объяснения мира. Одни явления неодушевленными мы объясняем причинно-следственными, а другие одушевленные мы объясняем целями. И это вещи, существующие в нашем мире. Бессмысленно пытаться сказать, что одно правильно, а другое неправильно. К разным вещам своем. Но когда мы переходим на уровень мира в целом, то что мы перенесем на уровень мира в целом? Мы перенесем, что мир в целом, просто причинно-следственные связи, каузативный, он неодушевленный, или на мир в целом мы перенесем личность, и тогда мир имеет смысл и имеет цель. И это вопрос личного выбора. Здесь нет доказательств. Я выбрал быть религиозным, потому что я хочу смысл жизни. Теперь, но последнее, я думаю, что можно сказать, что это вещь субъективная, или каждый выбирает. Но есть вещь очень объективная. И очень проблемная, с моей точки зрения. Дело в том, что рождаемость и воспроизводство социума, есть вещи примитивные, типа того, что там уровень образования для женщин, или там уровень жизни в городах, или уровень достатка, но когда мы все это проходим, то в развитых странах, где уже все образованы, и все с лучшим образованием, и все обеспеченные, количество детей прямо пропорциональной религиозности. То есть, иными словами, атеисты не могут самовоспроизводиться. Просто не в состоянии. И это объективный факт. Теперь, почему так происходит? Это следующий вопрос, но это факт. Вот у меня здесь знакомый, Боря Гулько, шахматист такой, он даже сформулировал, что на уровне народа атеизм это смертельная болезнь. Народ умирает, если он становится атеистическим. Теперь, опять еще раз, это объяснение такое, как я понимаю, что религиозный человек живет в чувстве счастья. И в этом смысле ему хочется рожать детей, потому что жизнь это счастье. А не религиозного, может быть, этого нет. Опять-таки, я не могу это доказать. Но процент, прямая корреляция между религиозностью и количеством детей, это фактор, которого некуда деться. Теперь и итог, итог весь мой. Это вот та самая фраза Беккера. То есть, отдельный человек, атеист, это прекрасно. Думающий атеизм, это великолепно. Атеист, критикующий религию, высмеивающий, говорящий, вот здесь, вот здесь, вот здесь у вас проблемы, это необходимо. Но когда атеист народ, это смерть. Что убеждает вас в несуществовании? С моей точки зрения, человек не нуждается в гипотезе Бога. Я никогда не мог понять такое вещи. Но хорошо, допустим, по примерным подсчетам на каждую песчинку на Земле приходится около 10 тысяч планет. Ну, то есть я хочу, чтобы хотя бы примерно представили себе объем галактики. А потом попробовали себе представить бы сложность существа, которая все это создала. Она невообразима просто. И все упирается... Сударист от количества пищи. И все упирается в вопрос, да, а откуда тогда взялся Бог? Ну-ка не знает ответов, что было там до Большого взрыва, например. Не знает. Но существование Бога не отвечает на этот вопрос, а увеличивает его в миллиарды, миллиарды, миллиарды раз. Откуда взялся Бог? И так до бесконечности. Я не вижу. Нет, я для себя не могу. Если у вас есть ответ на этот вопрос, то я сейчас... Конечно. Сейчас все тайны мироздания. Я не сказал так. Знаете, откуда взялся Бог? Я ответ мой такой. Есть понятие трансцендентное. Трансцендентное означает находящийся за пределами мира. И поэтому никакое понятие этого мира не применимо. То есть я это не знаю? Нет, нет, нет. Ну, фактически нет. Если меня спросите, какого цвета Бога? Я вам сказал, что по эти цвета неприменимо к Богу. Но есть более того, есть, например, какого цвета электрон. Электрон он не серый, не блестящий, не желтый. Потому что понятие цвета к электрону неприменимо. Потому что поэтому всякое понятие, оно применимо... То есть откуда взялся Бог, это тоже понятие, как вы выразили, неприменимо. Да, то, что слово откуда взялся, это вопрос изнутри нашего мира. А по мате трансцендентности, никакое понятие нашего мира не применимо. Поэтому божественность и суть религии состоит не в том, что внутри мира есть такой большой компьютер, который управляет миллиардами планет. А что вся эта система извне создана некой вещью, которая имеет смысл. Что смысл есть, только если есть извне. Если нет извне, а все то, что нет смысла. Это ваш выбор. Иметь такую, поистину или другую. А у сложности математического обсчета миллиардов планет. Прошу вас. Ну вот, не кажется ли вам, что понятие Бога, оно такое туманное, неопределенное, неопределенное. Только что в этом все равно. Я сошел. Сказать просто, что это нечто трансцендентное, но это некоторое интеллектуальное наперстничество. Да, и не кажется ли вам, что рассуждая о Боге как о личности, о личностном Боге, о Боге Торы, где он является некоторой личностью, некоторым демиургом каких-то процессов, мы впадаем в некоторый антропоморфизм и приписываем ему те наши отношения. Ну, как вот... Да, о человечестве. Да, о человечестве. Вопрос в том, что... Большое спасибо, это очень важно. Спасибо. Суть монотеизма является не фраза о том, что Бог один, а что Бог создал человека по образу и подобию. И поэтому сутью религии является ощущение жизни как диалога с Богом. Да, действительно, мы не можем дать никакого определения понятию Бог, как только тот, кто нам описан скорее. То есть мы говорим о Боге по его проявлениям, но не по его сущности. И это да, действительно, вы говорите, что это нечетко, я согласен, это нечетко. Да, мы говорим о проявлении, они действительно, как мы, и поэтому можем вести диалог. Потому что можно вести диалог только с подобными. Если нечто мне не подобно, то я не могу с ним вообще никакой диалог вести, никакое слово не применимо. Поэтому Бог создал человека по образу и подобию, чтобы было с кем пообщаться. И в нашей жизни это и есть общение с Богом. То есть это получается, как это называется, гипотетический конструкт, что электрон мы никогда не видели, но мы можем по стрелкам прибора и по каким-то эффектам в физическом эксперименте... Определить некие его параметры. Ну, а здесь мы не можем параметры вообще определить самого Бога, но только проявления. И проявление, да, тара нам дана не потому, чтобы мы знали про Бога, а потому, чтобы мы знали, как Бог действует, чтобы на этом основании учиться. Поэтому, когда Бог начинается с того, что вначале строил Бог небо и землю, это значит, что первейшее свойство проявления божественности это творчество. Поэтому ты будь творческим. И это является первейшим религиозной ценностью. Быть творческим, как Бог творческий. Это учит нас ценностям, а не Богу. Не только какой Бог, а каким нам надо быть. Такие люди, которых называют кипосруга, да? И когда я спросила, кто это такие, мне ответили, что это люди, которые... Это я. Да, я поняла. Которые очень любят Бога, но Родину все-таки любят больше. Поэтому они идут служить в армии. Да, вот проиллюстрируйте, пожалуйста. Вы поняли мою вопрос? Да, да, да. Итак, вот это религиозные сионисты, они же типосруга, считают, что кроме заповеди в субботу и кашиута, есть еще и заповедь построения государства, и заповедь освоения страны, и защиты государства. Это такая же заповедь, а в субботу и кашиут. Поэтому мне сказать, что они любят государство больше, чем Бога. Просто... Не государство, свою Родину. Ничего разные понятия. Ну, не важно. Или там страну, или народ больше, чем Бога. Нет. Это просто один из комплексов. То есть, по моим понятиям, направлением развития религии должно быть включение в области религии ценности всех других вещей. Например, есть религиозная ценность у науки. Развитие науки, с моей точки зрения, является религиозной ценностью. Не религия противостоит науке, а наоборот. Развитие науки – это религиозная ценность. Поскольку Бог заповедовал в Таре плодиться, размножаться, властвовать над миром. Населять мир и властвовать над ним. То есть, власть человека над миром, цивилизация, является религиозной ценностью. Искусство само по себе является религиозной ценностью. Еще не все религиозные это осознают. У меня к Дмитрию вопрос. Скорее, такая ремарка. То есть, вы говорили о том, что атеист может выбрать для себя, о ком он заботится, о каком смысл жизни тратать. Но ни один из докладчиков не затрагивал тему смерти в широком смысле. Поэтому, мне кажется, атеизм не закрывает этот вопрос. Поэтому, ну как не закрывает, ну что, умер, там сердце остановилось, техническая остановка. Ну, в общем, измените, да, так бывает. А мне кажется, потому, скорее всего, россиян, 85% верующих, потому что все боятся того момента, когда жизнь закончится. Вот, поэтому, мне кажется, вот как вы этот вопрос можете раскрыть? Очень хороший вопрос. Мне кажется, что сознание того, что человек смертен, и что у него не будет ни перерождения, ни загробной жизни, это невероятно повышает смысл и ценность жизни здесь и сейчас. Ничего другого шанса у нас не будет абсолютно. Вот, у нас есть эта жизнь для того, чтобы реализовать себя так, как мы считаем правильным и нужным. И, ну, с моей точки зрения, это прекрасно, да, то есть никто вам не диктует никаких догм и так далее. Вы сами можете развиваться в любом направлении. Для меня страха смерти не существует. Мне не было больно миллиарды лет, да, когда меня не было. Мне не будет больно, когда я умру, да. Я не вижу в этом катастрофу. Останутся родственники. Нет, которые уходят от нас, да, вот в этом же время. Ну, естественно, ну, с точки зрения, я не знаю, христианства, мне кажется, по идее, все должны быть счастливы, когда человек умирает. Я бы из этого устраивал всенародный праздник. Потому что если этот человек хороший умирает, значит, он будет в раю. Если человек плохой умирает, ну и прекрасного он нас оставил, да. Я могу сказать, что религия, это очень важный момент, очень важный. Действительно, есть религии, которые культивируют смерть. Но и удаюты культивируют жизнь. Поэтому идея, что мы живем здесь и сейчас, и мы должны это полноценно использовать, это абсолютно еврейская религиозная идея. Атеистическая идея. Вот, вот, да. Идема прекраснее взял из иудаизма, большое спасибо. Спасибо вам. Религия – это страх перед наказанием. Я не говорил, в сути религии… Вы разделили веру и религию, что абсолютно, с моей точки зрения, неверно. Вера и религия – это ровно одно и то же. Поэтому, в сути религии вовсе не страх перед наказанием. Вы говорите, как вы все-таки говорили, без насмотрщика не может быть. То есть, вы сводите роль религии к насмотрщику. Ну, фактически. Локи – это примитивнейшее понимание религии. Может быть. Но при этом, при этом, приписывая религиозным вот такие вещи, вы тут же отделились от всех атеистов, которые действительно вели себя плохо. Это не настоящие атеисты, стали не настоящие атеисты. А французские говорили, что тоже не настоящие атеисты. Тогда после этого у вас в Америке получится очень просто. Пока у вас атеизм распространен среди университетских профессоров, 17%, то действительно, процент тюрьмых будет маленький. Но просто возьмите людей просто с высшим образованием по отношению к людям не с высшим образованием. И вы увидите, что процент будет тюрьмых маленький. Но как только атеизм становится народным, вот тогда процент атеистов в тюрьмах ничем не хуже. Что такое народный? Народный – это значит во всех слоях народа, а не среди интеллигенции. Для которой атеизм – это некоторый способ жонглирования вещами, который позволяет, например, вот так вот разделить. Вот эти веры – это одно, религия – это другое. С моей точки зрения веры и религия – это одно и то же. Религия – это форма выражения веры, которую человек выбирает потому, что ему это нравится. Не потому, что есть надсмотрищик, а потому, что мне нравится такой способ. А не потому, что меня нравится книги Яшуа и захвата, страны Израиля необходимостью уничтожить население. Это действительно вопрос очень сложный. И нам действительно очень трудно понять, как это Бог повелел уничтожать тогда весь народ. Но нам надо просто сказать, что все наши представления о добре и зле базируются на той самой книге, которую вы обругали. То есть, есть книга Библия, в ней есть главы очень проблемные, и в ней же есть все основы морали. То есть, вся ваша критика библейского текста основывается на других строчках того же самого библейского текста. И поэтому, действительно, я согласен, очень трудно понять, Ильишу там совсем запредельно трудно понять с этой историей, которую я не берусь даже комментировать, или, например, уничтожение хананских народов. Главное, что иудаизм сказал уже 2500 лет назад, что эта вещь точно нельзя повторять. То есть, что было тогда, нам оценить трудно. Тогда были такие нравы. Тогда иначе было невозможно. Вы говорите, нет, иначе было возможно. Я не знаю, я тогда не жил. Но заведомо в Талмуде, уже и до Талмуда, написано то, что было тогда, нельзя повторять. А вот с атеизмом, к сожалению, я такого сказать не могу. И я не видел, чтобы атеисты сказали, французская революция – это преступление. Французскую революцию продолжают воспевать. Хотя она кровавейшее преступление. Значит, Сталина нам легко, так сказать, прокритиковать сегодня. Но атеизм не признаваться никогда в грехах атеистов. Он говорит, это неправильные атеисты. У них была религия, в религии был коммунизм. Они не были настоящими атеистами. Я тоже могу сказать, они не были настоящими религиозными. Я так не говорю. Да, я признаю, что религиозные делали и инквизицию. Все такие вещи, которые отрицательны. Поэтому, хотя я могу сказать, они неправильные религиозные, а я правильные религиозные, я такого не говорю. Это некий ход истории. Но точно так же пусть атеизм скажет, да, атеисты совершали преступления, исходя из атеистической идеологии. Вот тогда можно будет говорить. Теперь, религия в школах. У меня есть дети. Я предпочитаю, чтобы мои дети изучали религию в школе. Потому что в школе не может не быть религии, или не быть идеологии. Какая-то та или иная идеология в школе есть обязательно. Поэтому почему это я должен учить их в воскресной школе? Поэтому, наоборот, в Израиле очень разумно устроены. Есть школы разной степени религиозности. Каждый родитель выбирает, какую школу отправлять. Хочет, отправляй в нерелигиозную школу. Хочет, религиозную, сионистскую. Хочет, религиозную, не сионистскую. Государство все равно поддерживает. И так далее. То есть, с моей точки зрения, вообще образование школьное должно быть отделено от государства. То есть, я выступаю за отделение школы от государства. А именно, что каждому ребенку дается ваучер. Есть некие требования, что такое школа, а дальше стойкую какую хоть школу, атеистическую, религиозную, твое личное дело. Но это уже как бы отдельная вещь. Относительно противопоставления еврея и гоя. Это очень часто встречается противопоставление, но оно абсолютно неправильное. Значит, начать надо с того, что слово «гой» применяется в Библии по отношению к евреям. То есть, первый «гой», про который скажут, что он «гой», так это еврейский народ. Поэтому невероятно, что здесь есть противопоставление. Просто слово «гой» потом оно перешло на понятие «неевреев». Но, с точки зрения иудаизма, зачем вообще евреи существуют? Для остального человечества. То есть, евреи существуют ради вот этих самых гоев. В этом смысл жизни еврейского народа. Вот этим самым гоем, как вы выразили, нести божественный свет. Поэтому не только нет произвительного отношения к гоям. Это просто является целью нашей работы. В некотором смысле. Да, я считаю, что евреи особый народ. В том смысле, как программируют. Есть компьютер, есть системчики, есть пользователи. Системчики работают определенным образом. У них определенные правила, у них определенные экзамены, у них определенная квалификация. Это каста системчиков. А есть пользователи. И системчики, они могут даже немножко так, как бы, свысока относиться к пользователям. Но так работают они, тем не менее, ради этих самых пользователей. Без этих пользователей нет никакого смысла в работе системчиков. И в этом смысле иудаизм, как и религия, не только не относится к отрицательным, как, так сказать, гоям, а наоборот. Максимально положительным. Потому что это и есть задача. Это и есть то, ради чего мы существуем. И по-моему, это поэтому по этим представлениям. А то, что оно в быту применяется, в быту действительно было. Но в быту это было следствием напряженных отношений, преследований, погромов. Ну да, действительно, имеется. Но я вам скажу, в любом языке, в любом, есть понятие, как бы, вот, свои и чужие. В русском языке есть такое же, такое же, там, ну, например, там, не знаю, гусульмане, да, нам, или там, какие-то там... Это не религиозные термины. Ну, как говорится, а в иудаизме нет разницы между иригиозным и не религиозным термина. То же самое. То есть тот или иной вариант свои и чужие есть в любом языке. И он активизируется в эпоху преследований и конфликтов. И он уходит совершенно в эпоху нормализации. Поэтому иудаизм в диаспоре действительно нацелен на выживание маленькой еврейской группы в огромном море других. И чтобы сохраниться, нужно ощетиниться. Иудаизм в Израиле ничего такого не имеет. Еще более древний текст. То есть он должен устареть был еще раньше. И он... Не считаете ли вы, что пора какую-то новую книгу... Окей, да. Спасибо. Прежде всего, я являюсь религиозным ортодоксом. Это означает, что я ничего не выкидываю из прошлого. Но все тексты, которые были, все они остаются, и все они остаются важными и действенными. Другой вопрос, что из них может и должно применяться в качестве практического. Например, рабы. Это вещь неприменимая практически. И то, что рабство это плохо, у нас написано еще в столовой книге. Если не в столовой книге написано, то в столовой книге что здесь написано? На самом деле, из столовой книг это тоже видно. Но это не значит, что отрывок проробов устарел. Потому что его можно изучать, из него можно нечто понимать. И он служит нам для продвижения. А то, что он неприменим на практике, так это и есть развитие религии. Не то, что я так решил. А так, это и есть религия, это развивающаяся динамическая система. Поэтому задача религиозного человека не только в том, чтобы религию соблюдать, а в том, чтобы религию модернизировать и развивать. Это является частью религиозной жизни. Но развивать нужно изнутри, то есть так, чтобы сохранялась аминоксальность и при этом было развитие. Это очень непростой процесс, сложный. Я могу там конкретно что-то о нем говорить, это же будет, могу, слишком детально. Но неверно, что суть религии это кого-то слушаться. Неверно, что суть религии стоит в соблюдении заповедей. Религия это очень сложная. Суть религии состоит в ощущении жизни как диалога с Богом. А уже дальше, как этот диалог идет и к чему он приводит, это уже дальше огромная пространство.